Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками. Я сам познакомлюсь, когда готовлю сюжетики. Так сегодня Питер Де Хох или Де Хоох с двумя О Нидерланды. Голландский живописец специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известного мастера жанровой живописи известно очень мало. Я беру данные из интернета, сайтов и конечно как основной ресурс это Википедия. Будучи сыном каменщика и поведухи, принадлежал князам голландского общества. Проходил обучение у Николаса Берхема в Харлеме. В 1650 году Де Хох присоединился к купцу Юстусу Делагранджу, вместе с которым ездил по городам и результате остановился в городе Дельфт, где он поселился в 1652 году. Общеимущество Делагранджа упоминается один из полотен Де Хоха. В молодости он, подобно другим художникам, середины века работал над жанровыми сценками, изображающим солдат в тавернах, на конюшнях. В это время он находится под влиянием творчества Карла, Карла Фабрициуса и Николаса Масса, знаменитые художники. А в 1654 году женился на Янете Вандербрюрх, которая родила ему впоследствии семь детей. Был через некоторое время принят в местную гильдию художников. Около 1658 года Сильде Хоха изменился. Открылся наиболее значительный период его творчества. По тонкости письма и геометрической точности, как написано, педе, композиционного расчета. Его произведение имеет много общего с работами Вермеера, известный нидерландский художник-живописец. Однако искусствоведы до сих пор не могут прийти к согласию, какой из художников подражал другому. Техох изображал сцены бюргерского быта. Преимущественно хлопоты хозяйки дома добивался особой поэтической одухотворенности в изображении домашней среды, наполненной солнечным светом интерьеров и дворик. В 1660 году художник переезжает в Амстердам. В 1967 году умирает жена Де Хоха, что, конечно, серьезно повлияло на душевное состояние и творчество художника. Он переезжает на окраину Амстердама. В 1674 году Де Хоха перестает платить налоги, что свидетельствует о полной нищете художника. Он пишет в то время много картин, по-видимому, пытаясь выйти из нищеты. Однако качество их уступает картину 60-х годов. В поздние работы Амстердамского периода темнее тельфских по колориту и менее тщательно выписаны. Де Хох, живописец-жанрист голландского золотого века, мастер сложных перспектив. Сыграл новаторскую роль в продвижении голландской жанровой живописи 17 века. Известен как художник интерьера сложных пространственных композиций и атмосферного света. Его картины на пике творчества отличаются небыкновенной прозрачностью и выверенной геометрией великолепно обставленных комнат. Действительно, практически все его картины в 60-х изображают группу людей за повседневными занятиями или с одежными развлечениями. Его влияние ощущается в творчестве Хендрика ван Порха, Питера Янсена Эйлинги и Исаса Орса. Его представления, как правило, простые домашние сцены. Они составляют около трети всего творчества Кох. Действительно, они простые и уделяют мало внимания нравственным проповедям и иконографическим тонким. Художник иногда прибегает к приему картины внутри картины, чтобы добавить комментарии к основной теме. Но, по словам искусствоведа Джейна Тернера, смысл его творчества обычно напрямую связан с изображенными предметами. Их нет скрытых закодированных идей. Чаще всего Кох писал женщин, детей, а особо чувствителен был к взаимоотношениях матерей с дочерями. Де Кох исследовал множество разных схем освещения, в то время как Вермер отдавал предпочтение лучам, падающим сбоку. Де Кох использовал заднюю подсветку не только в интерьерах, но и в сценах на открытом воздухе. Его работа в значительной степени является плодом изображения и умения выстраивать композицию. Его в картинах сложного милекома видеть дельфские здания, в том числе храмы, аудекер, ратушу, старую городскую стену. Повторение измененных и перемещенных деталей подтверждает, что полотна содержат встроенные фрагменты настоящих пейзажей, говорил Питер Саттон, автор каталога произведения Де Кох. Долгое время считалось, что Кох умер в 1684 году в сумасшедшем доме, но в 2008 году выяснилось, что на самом деле это был его сын, которого тоже звали Пит. Дата смерти художника неизвестно. Ну вот, пожалуй, все, что можно сказать о художнике Питер Де Хох, великий голландский живописец, который специализировался на изображении повседневных интерьеров и экспериментировал со светом. О жизни этого известного мастера, жанровой живописи, к сожалению, известно очень мало. Вот то, что я нашел в интернете, я могу вам пересказать. И вот посмотрите работы, которые я нашел. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok